Новость из разряда долгожданных, по крайней мере для 300 жителей Волоколамского шоссе 3А. Наконец-то в доме приступили к монтажу лифта. Эту многоэтажку заселили еще три года назад. И все это время, отчасти и по своей вине, люди были вынуждены штурмовать лестничные пролеты. Елена Плюснина продолжит. Второй этаж. Для большинства людей подняться – небольшая разминка. У Артема Галкина инвалидность с рождения, и каждая ступенька для него – преодоление себя и серьезный труд. Поэтому без помощи посторонних выйти или зайти домой практически невозможно. Очень трудно нам спускаться и подниматься. Два раза в неделю мы ездим на тренировку в Ледовый дворец, но очень тяжело. Поэтому, когда мы подъезжаем к дому, нас всегда встречают соседи. Просто поднимают его, помогают. Благодаря им мы только выезжаем. Семья Галкиных в дом на Волоколамке переехала почти три года назад. Акт приемки подписали, не раздумывая, даже несмотря на существенные недоделки. Ведь это было долгожданное и свое жилье. Семь лет снимали жилье, и потом, когда получили ключи, сделали ремонт и сразу переехали сюда. Но так как не было ни газа, ни лифт не работал, ну, нас все устраивало, что это свое жилье. Вместе с Оксаной документы подписала еще сотня обманутых дольщиков Омега Гранда. После семи лет ожидания и надежд, людям хотелось, наконец, получить свои квартиры. Въехали в дом без горячей воды, газа и лифтов, с электричеством по временной схеме. Надеялись, что застройщик все-таки выполнит обязательства до конца. Но инвестор кинул своих дольщиков. Когда пришла новая администрация, Сокольская Леонидовна взяла под контроль. И все сбинулось с места. Жильцы очень благодарны за это, потому что надежды уже никакой не было. Думали, что это так все и останется. За последние полтора года на Волоколамке-3 укатали асфальт, установили детскую спортивную площадку, подвели к дому газ. А накануне начали монтажные работы по установке лифтов. На момент, когда мы проводили экспертизу по дому, обследование и качество тех лифтов, которые были установлены, выявлены были недостатки. Соответственно, по каким-то лифтам и секциям было принято решение заменить их на новые. Это оказалось проще. Три лифта будут восстановлены, запущены, а четыре будут поставлены на новых. Семь лифтов больше семи миллионов рублей. Такой дорогой во всех смыслах подарок обеспечил инвестор. Жители при этом не вкладывают ни рубля. Нашелся инвестор, который по своему решению вкладывает свои финансовые источники, свои финансовые потоки, для того, чтобы сделать жизнь людей в этом доме комфортной. Мы очень ему благодарны, конечно же, продолжим наше сотрудничество. Закончить монтаж и пусконаладочные работы подрядчик обещает к концу февраля. К этому же времени должны завершить подключение газа по подъездам. Елена Плюснина, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня.